Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1016. Событие дня. 2 Тимофея 2.11.13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Ибо себя отречься не может. Вот как бы объявление. Тарас. Игнатий Тихонович, подписан на Ваш канал, слежу всегда за Вашей жизнью. Благодарю Бога, что открыл мне Вас. Равняюсь на Вас. Использую Ваши книги в деле проповеди. Они остаются лучшими по-прежнему. Масштаб моих действий в деле проповеди зависит, к сожалению, от денег. Но я верю, Господь даст на задуманное. И я уверен, благодаря Вашему примеру, получится противостать нарастающему безбожию и неверию людей на должном уровне. С уважением, Тарасий. Надеюсь, получится приехать в Барнаул и увидеть Вас. Одесса, Африка, Скандинавия и так далее. То есть, в дальнем плавании все время. Евгений. Открытое письмо греческого старца Филофея Зервакоса, 1884-1980. Адресованное Патриарху Афиногору. Кавычки открытые. Если ты на самом деле любишь Папу, пойди и скажи ему всю правду. Дорогой Папа, поскольку я люблю тебя, скажу тебе всю правду. «Слушай, если имеешь уши, чтобы слышать. Ты первый по гордыне, а я сразу за тобой. Ты, потому что именуешь себя непогрешимым. Я, потому что называюсь наисвятейшим. Мы оба лгуны. Ни ты не являешься непогрешимым, ни я наисвятейшим. А если люди, желая нам польстить, называют нас непогрешимыми наисвятейшими, скажем им правду. Мы не такие, как вы думаете. Мы, грешники, скажите им то, что Бога человек, Господь наш Иисус Христос, сказал богатому юноше, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог». Марка 10, 18. Патриарх он написал так. Ну, это Патриарху всегда можно написать. И сегодня оно очень живое такое. Я считаю, что это вполне даже может быть наисвятейшим. Ну, на И это может и не быть, а, в общем-то, понятно. Вот, тут нападают. И вижу, комментарии дают, ничего не соображают. Воду надо отвезти, другие места. Мотолог идёт. Интересно так вот. И судят, что трубу положи. Да там труб сколько было заложено, их все унесло весной. Ничего не понимают. А вы там и такими матерками ужасно. И всё главное на половые органы сводят. То есть ничего выше пояса, мыслей-то нету. А я тогда поставил, вот решил проверить дорогу. Вас ещё не будет, там машины не пройдут. Там машины идут, тяжёлые грузовики, самосвала трёхосная. И с какой благодарностью дорогу-то спрямили. Я сделаю, по милости Божией, милостью Божией. Господь недоумел. Я долго планировал, как сделать, как горная река. Там прорва была внизу. И туда сколько мы машин камня завалили. Сваи забивали. Тут всё это. И не знаем, как. Так, нигде опыта-то перенять нету. Вот. Отец с этим вчера поехал. И ему дали документ. В местной епархии. Вот. И этот документ я могу прочитать. Отпуск. Вот, крест вверху. Потом Московский потеряхат, Алтайская митрополия, православная религиозная организация, Барнаульская епархия. Я всё перепечатал таким же шрифтом, как у них. Ну, всё, всё, всё. Где подчёркнуто, всё скопировал. Копировать мне здесь негде. Потом я... Ну, батюшку уезжал, показал документ, там, с синей печатью. Я его заснял. Я тут, он сегодня, я его уже выставляю. Через неделю его будет видно. А фотоаппарат не взял с собой. Ну, и... Поэтому ещё я покажу. Тут-то без печати я пришёл домой. Копию-то сняли, успели. Лену попросил, барабаш сняла. И я перепечатал. Алтайский край, Барнаул, проспект Лейная, 17. Это всё было под городской администрацией. Эти здания отбили всё-таки. 17 августа 2018 года, номер 29. То есть на воздвижение. Вот так, 17 августа. Дали ему. А, не воздвижение, это после. Не так. Удостоверение. Настоящее дано протеерею Акимову Тихоновичу Лапкину, настоятелю крестовозвиженского общения города Барнаула, в том, что ему благоставляется отпуск с правом выезда за пределы епархии. С 27 сентября по 26 октября 2017 года. Прото-иерей Акимов Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Русской Православной Церковью. Священнослужение не запрещено, по церковным судам и следствием не состоит. Заведующий канцелярией Барнаульской епархии Иерей Валентин Михайлов. Вот такую бумагу дали, я ее кое-кому показал тут. Ну и начались. А куда едет он, да покуда, да? Я отвечаю. Вот его телефон, он уже в поезде. 8-900-61-232-40-12. Можете позвонить, он уже в пути. Едет, как и каждый год в это время, по друзьям, по монастырям и по мощам. Едет из Барнаула через Москву. Но поезд проходит ли через ваш город, не знаю. Его спросите. Алена. Слава Господу, куда отец Аким поедет отдыхать? Слава Богу. Господь позволил нам тоже съездить отдохнуть. Муж, я и наш малыш. А двое школьников остаются дома, чтобы школу не пропускать. Боюсь летать. Аж плохо становится перед взлетом. Хотя понимаю, что Господу все известно. Но ничего поделать не могу. Начинаю молиться и молюсь. И считаю Библию, пока не успокоюсь. Я сказал, что через Москву. Она тут же пишет. А из Москвы куда? Москва от нашего города двое суток на поезде в сторону Екатеринбурга. Тюмени. А потом и наш Сургут. Буду молиться за дорогу. Я сразу же ответил. Точно не знаю. Может на Донбасс. Они каждый раз ездят, там собирают грузы и увозят туда. Он не отдыхать едет. Какой-то отдых, если паломник. Паломник не отдыхает. Ему труднее, чем дома. Иван один пишет. Много о том, что вот такой-такой. Вот там так-то, так-то. Я его мог бы сейчас найти, где он пишет. Но там мелко. Мелко. И ничего, что мелко. Мы сейчас найдем его. Вот почта. Это в моем мире он написал. И я это убрал. Все. Вот. Спам отправлено. Входящие. Сейчас посмотрю. Может быть он входящий и есть. Входящие. Нет у них еще отправленные. Вот он Ивана Жаркова. Вот он пишет. Да, Тихонович. В жертву Христа нет никакого секрета. Вот сами прочитайте. Вот. Почитайте. И мой ответ. Лопухин с уважением. Иван Владимирович. Ну, никакого себе секрета нету. Я это так и говорю, что секрета-то никакого нет. Почему не показать? Вот показал его вопрос. Ответ. Вот. Теперь мне надо вернуться сюда. Я вам опишу. Эту грань пересекать смертельно опасно. Не советую даже приближаться. А верить нужно, как переведено. Вы уже уперлись в бездну ереси. Синодальный перевод 1876 года. Наилучший за всю мировую историю. И абсолютно верный. Вот сейчас как раз он в это время заходит и что-то пишет мне. Я прочитаю. Иван Жарковский. Так. Что же он пишет? Так. Что-то тут такое пишет он. Отправил. Если я буду понимать жертву Христа так, буду ли я еретиком? Иван. Заказание за грех – это смерть. Все люди после грехопадения Адама начинают умирать. Выражение «умер за наши грехи» означает то, что он, как безгрешный, вообще не должен был подвергать пыткам и смерти. Подвергаться. Но то наказание, которое заслужили все мы, грешные, а именно смерть, пало на него безгрешного. Но смерть его не приняла, поскольку смерть присуща грешникам. И он воскрес. И он воскрес. Таким образом. Так что-то. И впервые за все существование человечества. Человек согрешил, и тем самым человеческой природой в Христе вернулось в богоподобное состояние через таинство. Мы получаем эту природу, становимся счастью Христа и совоскресаем с Ним. Мы уже как бы берем начало не от Адама, а от безгрешного Христа. Таким образом победил сатану не своим всемогуществом. Так это уничтожило бы свободу воли. Но это все он уже там писал таким образом. Но я ответил. Он спросил, я ответил. Хорошо, что работает в этом плане. Думает, но никуда нельзя сворачивать. Никак. Божья справедливость. Божье свойство. Еще раз напоминаю, что Бог отречься с себя не может. Не может солгать. Не может. Ну не может, значит, что тогда не разница. Он не всемогущий. Всемогущий. Но это надо просто вот это хотя бы затвердить. И тогда вот это все отойдет. Там счастью делаем все Христа. Нигде этих слов в Библии нет. Мы знаем больше справедливости. Отречься с себя не может. Возмездие за грех смерть переходит на всю природу. В послании к римлянам Павел подробно это все описывает. Все. Божья справедливость. Да какая же справедливость? Какой-то плод. Да чего это меньше плодов стало? И умерло 100 миллиардов людей. 100 миллиардов. Вот и все. Не надо ничего дальше говорить. Смерть. И тут же благодать. Он умер за всех. Грехи мира всего взял. Бог жестокий. Требует жертвы. Но за эти все слова-то придется отвечать. Что же так? Не думают. Вот я ответил. Александр Марьян Самир. Дома вашем. Игнатий Тихонович. С праздником воздвижения Креста Господни. Я вчера как раз проповедь в храме говорил. Она через неделю будет стоять. Какой этот праздник надуманный. И что из него можно взять полезного? Батюшки ангелову дорогу пожелают. Пусть ему сопутствует во всех его передвижениях на транспорте. И сохранить его от всяких случайностей и неприятностей. Спаси и сохрани вас всех Господь. Тут один пишет. Радости. Игнатий Тихонович. Можно копию этого удостоверения выслать? Ну вот. Можно. Там кому-то требуется или что-то. Отвечаю из деревни. Не могу. Но через неделю будет ролик тут стоять. Где я заснял на видео этот документ при его отъезде. У меня есть копия. Успели снять. Но на копии печать не видна. А там синяя. Никита Колесников. Будем молиться. 27 сентября. Меня поздравляет с днем рождения. То есть духовно. Я обратился. В 62 году. 27 сентября. Впервые получил в руки Библию. Евангелие. Сергей Игнатов. Спаси Христос. До Барнаула добрался благополучно с Божьей помощью. По твоим молитвам. Помог Игорю Дубнову выкопать морковку и хрен. У Игоря очень болят колени. Все это говорит он. Впоследствии занятий штангой в молодости. И о работе в тайге. На сильном морозе. При ходьбе под нагрузкой. Вечером я с Игорем был на вечернем богослужении. Сегодня, 27-го, время празднования воздвижения Креста Господнего. В состав общины будет принят Мирон Кручина. Владенец родился. Храни тебя Бог, отец Игнатий, всех ближних. Аминь. Нато Игнатов пишет. Я пишу, рад за вас всех. Собираются в храм Божий, верующие в распятого, воскресшего Иисуса Христа. Сергей. Спаси Христос. Дубунова Игоря собирал яблоки, выкопал морковь и два ведра хрена. Вечером был в храме. Утром был с братьями в Хрестовозвиженском храме. А после службы и трапезы с Пупковым Сергеем повезли на дом мешок муки сестре Нианиле Алексеевне. Затем побывали на тренировочной площадке в парке с тремя питомцами Сергея, собаками Ураганом, который во всех миссионерских поездках с нами был, во всех до одной. До Лиссабона, Скандинавия, Прибалтику и Север. Верным, так зовут вторую собаку и Астрой, сняли видеоролик. Потом очистили прилегающую территорию от зарослей, и за мной приехал Игорь Дбунов. У него дома вместе спели по его инициативе христианские песни, которые записали на видеоролик. В час тридцать у меня поезд. На вокзал меня подвезет Игорь. Было крещение владенца Мирона Кручины. Запись была передана крестному Виктору Петеримову. Вот бы ее разместить в Ютубе, так как было полное погружение. А то попы боятся кого-то утопить, да пьяный был, утопил. Враньем все. Никто никогда за 2000-летний. Он секунду одна ее вытащил. На этом все. Храни тебя, отец Игнатий и ближний Господь. 27 сентября 1918 года. И вот мне тут один человек пишет, вот тщеславие, это как ко мне, святые отцы сказали, какое тщеславие, где увидел. Тщи означает напрасное. У меня нигде нет напрасного. Ничего. А вот не надо говорить, то ты что делаешь, это все пропадет. То есть заботятся обо мне, чтобы не пропало. То есть чтобы сделал и тайна была. Ну тайна какая, милость-то не какая-то. Но если мы благовествуем, если мы миссионерская поездка, как это может быть тайна? Вот мы здесь работаем. Как это? Зачем тайна-то? Я поясняю. И вот я понимаю, откуда говорят. Из-за зависти. Но он говорит, нет, я не завидую, я за вас забеспокоюсь. Ну благодарю. Притча 14.30. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Притча 23.6. Не вкушай пищу у человека завистливого и не прещайся лаковыми яствами его. Притча 22.20. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Экхрисиас 4.4. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Ну и дальше вот место описания. Это много я выписал дома. Прочитайте о зависти. Затормозите это место и прочитайте. Это все о зависти я в ответ выписал. Я понимаю, под меня копают все. Константин пишет. Игнат Тихонович, мир вам. Мы с женой поздравляем вас с днем, который вы в первый раз взяли в руки Святой Евангелия. Спаси Христос за то, что вы положили всю жизнь на служение Богу. И продолжаете это делать. И приводить ко спасению всех ныне живущих, желающих в надежде спастись людей. Богу нашему слава за все. Я пишу. У нас община в Барнауле называется Крестовоздвиженской. Сегодня в храме мне пришлось говорить проповедь на эту тему. Через неделю или чуть позже будет она на нашем видеоканале. Благодарю за выписки. Это моя человеку пишу. Но к этому добавлю. Отнюдь уже не относя к вам. Но к себе в первую очередь. Следующее. И дальше я выписываю местописание о том, что скрывать-то не надо. А наоборот, надо сделать известным, что были подражатели. Ты, Даниила, клеветами зависти ввержена в ров. На растерзание львам вывел на свет невредимым. Ты, Отец, Иону, когда он безнадежно томился в овощеве кита, обитающего в глубине моря невредимым, показал всем его пристным. Примудрость Соломона 2.24. Но с завистью дьявола вошла в мир смерть. Испытывайте ее принадлежащие к уделу его. Примудрость Соломона 6.25. И не пойду вместе с истоевающими от зависти. И они истоевают, завидуют. Ибо таковой не будет причастником премудрости. Примудрость Соломона 7.13. Без хитрости я научился и без зависти преподаю. Не скрываю богатство ее. Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает души. Серахов 14.8. Ну и дальше. Вот это места. Прочитайте. Все это о зависти я добавил. Из неканонических книг. Там было из канонических. Человек-то ответил, а я и не завидую. Нет. Ну хорошо. А то, что есть, он писал. Благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Я это и говорю. Зачем, Павел, показывает свои дела-то? 2 Коринф 11.23.30. Христовы служители? В безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах. Безмерно в ранах. Более в темницах. Многократно при смерти. От иудеев пять раз дано. Было мне по сорока ударов без одного. Три раза меня били палками. Однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках. В опасностях от разбойников. В опасностях от единоплеменников. В опасностях от изычников. В опасностях в городе. В опасностях в пустыне. В опасностях на море. например, 7 раз больше, в опасностях между братьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Зачем он хвалится? Ну, явно, что похвальба. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех царквах. Кто изнемогается, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если можно, должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощи моею. Я дошел до неразумия хвалясь, вы меня принудили к всему. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога, для чего я и тружусь, и подвязаюсь с силой Его, действующей во мне могущественно. Матфея 5, 16. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Видели, не прятать. Лука 8, 16. Никто, зажегшись, еще не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Вот я и подражаю ему, и говорю, смотрите. Вы свет мира, не может укрыть все город, стоящий наверху горы. Грешно, много грешно. А показать благодать Божия, как действует, нет. Я вот это считаю, я в дороге, в путешествии были, в миссионерской поездке. Протерий один прославил. Я читаю эти места. Я не хочу, говорит, но я по неволе думаю о вас. Это вы. Такие путешествия, столько всего. Так благодать Божия, благодать, Евгений. Мир вам, я вам достаточно написал то, что я заметил в вас, но я могу ошибаться. Вот он от тщеславия все писал. Если это есть вас, то таинство покаяния в помощь вам. Я отвечаю, благодарюсь. Меня, милостью Божией, столько стружек, снятых в тюрьмах и в пытках, что от тщеславия даже нигде не упоминается. Зарядите даже сейчас в Ютубе. Там море клевет и поношений. А мне это в радость и в славу Божию. Путина, пожалуй, даже меньше клеймят, чем меня. А нахожусь в самом низу у социальной лестницы. Асценизатор. А то заботятся о тщеславии. Да когда мне думать об этом тщеславие? Одет не так. Заплаты мои все перетрясли, отрывают прямо. Ну, что я могу сказать? Вчерашний день был я, ну что, воздвижение, служба в храме была. Вот. Батюшка был в городе, он вернулся, его Николай Крущина привез и обратно уехал. Уехал уже на месяц отдых. Ну, а тут я прочитал, какую ему выдали справку. Вот так. Не знаю, тут видно, нет будет. По-маленько, что. Ну, я впереди прочитал, я перепечатал ее, а потом я в синем фотографии сделаю, просят уже. Я говорю, батюшка безблагодатный, у него нет епископа, ну как нет, метрополит, но мы по-прежнему находимся в РПЦЗ, русской православной церкви за границей. Вот эти разные дулевища, это деревянные мозги надо иметь, чтобы такое на себя брать. Совершенно безбожники. И толкует о чем-то, благодать, и нету. Это, то есть, напрямую, раз мы в патриархию не идем, клевреты несчастные. Пропагандисты безбожие. Ну, все есть благословенные люди, которые бывают здесь и служат, метрополит, им надо тогда его тоже, ДС-то, не могут ничего сделать. Ему писали, а он говорит, стучат рогами, он прямо считает их за дьяволов. Вот так. А потом я съездил тут, записал Алексей Устинов в паскоров, там вопросы мне задавали про Глеба Грозовского, Владимира Головина. Очень хорошие получились ролики, они будут, может быть, через неделю. Ну и... Я один сейчас, никого нету, сам готовлю кошкам, собакам себе. Картошку сварю нечищенную, больше ничего не варю. А зачем? У меня хлеб есть, сухарей размочил, да и все. И вот теперь показать. О, Владимир Иванов, что-то тут просчитать. Вот открывай, я побоюсь. Ладно, я просчитаю. Если матерки от меня не зависят. Вот сходу, прям сразу. Игнатий, дорогой, скажите ваше мнение о пенсионной реформе, пожалуйста. Игнатий Тихонович, вы мудрый, удивительный человек. Счастья вас слышите и видят, спаси Христос. Вот видите, как я не знаю, тут Владимиров несколько Ивановых было. Вот так. Ехать ему. А, это просились к нам ехать. Но я не разрешил и все. Я тебе не обиделся, пишут. Что, удивительность счастья. Так это, люди-то не доживают до пенсии-то, когда у него вывозятся пенсионные грабеж. Вот Наталья Поклонская там все это и сказала им там. Получают больше миллиона в месяц ему как раз. А у меня пенсия там 7 или 8 тысяч, даже не знаю сейчас. За 35 лет трудового стажа. Самые тяжелые работы всю жизнь на стройке делать пришлось. Три грыжи только на позвоночнике раздавлено все. Минимальная пенсия. Так это временно. Я благодарю Бога. У меня все есть. Каждый день сытый. Вчера беззубый жевал-жевал там сухари эти. Кое-как. Вот помидоры выросли. Гнилье какое отрежешь, а остальное наше. Вот. Ну вот так. Это уже... Он зашел сюда. Видите как? Иван Жарковский написал. Да благословит его Господь. Я думаю, разобидится еще, что я так написал. Тема искупления Бога. На этом Антоний Харповицкий споткнулся. И другие. Не надо рассуждать. Надо принять. Бог справедлив. Бог истинен. И поэтому так все сделано. Принять готовое. Что это? А не то, что перевод неправильный. Любая ересь сразу упирается в перевод неправильный. Вот так. Вот это Андрей Новгород. Благодарен Игнатию Тихоновичу за все видео. Спаси Христос. План потеряевки прислал. И вот. Показать. Сегодня я выставил 13 роликов. 13 за один раз. Ну, показать надо. Вот. Святой Анзлатоус о любви. Много друзей у кого. Ну, тут небольшие. 11 минут. 26. Проповедь моя обман. Вот так. Лазарик Анаписис. Тоже. И Анна Златоуста. 26 минут. Ну, тут по-малому. 15-16. Прощальная беседа с Виталием. 36 минут. Прощание с Виталием. Может быть, навсегда еще. 40 минут. Вот так. И еще к Виталию, чтобы хорошо работал. 17 минут. Утро ранее. Учись владеть собой. 28. 21. Ну, тут даже не выскажешь, как много надо утро ранее. Вот сколько здесь. 37 минут. 102 человека. Видите, как. Вот я сейчас открою здесь. Если есть матерки, я не виноват. Кто-то зашел. Какой-то. Так. Что тут пишет. Какой старик привередливый. Все ему не так. Все не то. Вот. Все не так. Все не то. Надо еще знать. Другая мастер. Чувствуется рука мастера. Те печника. Все ему месить бы. Да месить. Месить, месить. Ну, что тут хотела Вера. Пума. Пума. То ли это зверь такой. Не знаю. Лагерем. Даже взрослым. Ну, то есть. Ничего у них нет. И сравнивать-то не с чем. Не знают. И на этом все. На сегодня. Благословен Господь.